Я являюсь профессором кафедры акушерской гинекологии факультета последипломного образования Самаркандского государственного медицинского института доктора медицинских наук Абдуллаев Джамалидин Насимович. Сегодняшняя наша презентация посвящена сердечно-сосудистым заболеваниям при беременности. Итак, в предисловии, ее лицо было близко, как пульсировали, а как танцевать или подняться по лестнице, возникала одышка. Особенно в XVI веке. Мы остановимся на эклопатогенезе, на материнской смерти при заболеваниях сердца, тактике ведения беременности и родов и особенностях послеродового периода. Органические заболевания сердца встречаются у беременных женщин с частотой 10-2-40 на 1000 человек и являются главной причиной непрямой материнской смертности – около 20%. Эта цифра не включает артериальную гипертензию. Среди них наиболее часто встречаются врожденные пороки сердца, которые вставляют более 50% случаев. Артериальная гипертензия, оперированное сердце. Редкими причинами заболеваний сердца у беременных является миокардит, конструктивный перикардит и нарушение ритма сердца. В прошлом 90% случаев заболеваний сердца у беременных было в развитых странах встречается очень редко. Остановимся на патогенезе. Это возражается расширением... ...фиологическими сдвигами во время беременности, значительно снижает общий перипит сопротивления и увеличивает минусный объем сердца. Дополнительная нагрузка на сердце во время беременности и особенно в родах приводит к обострению заболеваний. Даже у ранее здоровых женщин может развиться сердечная недостаточность вследствие кардиомиопатии, преимущественно в послеродовом периоде. Появление во время беременности дополнительного третьего круга кровообращения маточно-плацентарного сопровождается увеличением ОЦК на 40%. Это в норме. Усиление ударного и минутного объема крови на 30%. Учащение частоты сердечных сокращений в интересах обеспечения кислородом организма матери и плода. В родах при каждой схватке кровь из матки выталкивается в направлении к сердцу, что на 15-20% увеличивает сердечный выброс. Повышается артериальное давление и рефлекторно снижается частота сердечных сокращений. Болевой стресс, катехоламиновый в родах усиливает сердечный выброс. Такая нагрузка на сердце может стать критической для женщины сердечной патологией. Сразу после рождения плода из-за резкого выключения маточно-плацентарного кровотока и устранения издавления нижней половой вены происходит быстрое возрастание ОЦК, что увеличивает нагрузку на сердце и может стать причиной ее декомпенсации. Здесь показано гемодинамические изменения у 10 беременных женщин в доношенном сроке сравнительно с теми же показаниями через 12 недель после родов. Во время беременности, как здесь показано, сердечный выброс увеличивается на 43%, в норме частота сердечных сокращений на 17%, индекс ударной работы левого желудочка на 17%, сосудистые сопротивления системные снижаются на 21%, легочное сосудистые сопротивления снижаются на 34%, среднее давление в артериях увеличивается на 4% и коллоидно-осматическое давление снижается на 14%. Диагностика. Аускультативные нормы, выявляемые при беременности. В норме бывает, а некоторые терапевты ставят порог сердца, но вообще в норме бывают такие аускультативные нормы. Первый – это напряжение еремных вен, венозный шум, усиление легочного второго тона ее наслоения, усиление митрального первого тона ее широкой наслоения, случайный третий тон, аортальные или легочные шумы. Они могут встречаться и в норме. Теперь клинические показатели, предрасполагающие сердечно-сосудистым заболеваниям во время беременности. Следующие симптомы встречаются – прогрессирующие диспное или ортопное, ночной кашель, кровохаркание, обморочное состояние, боли за грудиной, цианоз, дрожь пальцев, стойкое расширение напряжения венчжей, систолический шум, диастолический шум, кардиомегалия, стойкое аритмия, стойкое наслоение второго тона и признаки легочей. Легочной гипертензии. ЭКГ. 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 Увеличение конечного диастолического размера левого предсердия. Клиники тактиковедения. Встречаются дефекты перегородки. Дефекты перегородки проявляются сбросом крови слева направо. Небольшие дефекты клинические обычно не проявляются. Лечение не требуется. Необходимо установить воздушные фильтры во всех венозных катетерах для предупреждения. Воздушные имболии. Большие дефекты межжелудочной перегородки сопровождаются аортальной недостаточностью, аритмией, легочной гипертензией. При наличии симптоматики лечение проводят, как при шунте, справа налево. Шунты справа налево отусловлены легочной гипертензией, приводящей к сбросу крови справа налево с объединением малого круга. При беременности снижается общее периферическое сопротивление сосудов, что увеличивает выраженность шунтирования гипоксии. Тактика ведения. Следует избегать развития артериальной гипотензии. Поддерживает адекватную преднагрузку сердца. Для устранения гипоксии надо проводить оксигенотерапию. Необходимо установить воздушные фильтры, венозные катетеры. Искусственные клапаны. Обычно присутствует компонент регургитации. Возможно развитие эмболии, дисфункции клапана и инфекционного эндокардита. Тактика ведения в данном случае. Антикоагулянтная терапия при любом искусственном клапане. Антибиотикотерапия для профилактики эндокардита. Кардиомиопатия. Проявляется дисфункция левожелучки и дилатация всех камер сердца. Увеличение сердечного выброса при беременности может привести к декомпенсации. Тактика ведения. Следует избегать артериальной гипотензии. Тщательно соизмерять объем проводимых трансфузий и диуреза. Для увеличения сердечного выброса назначают инотропные препараты. Стеноз метрального аортального клапана проявляется как препятствие оттоку крови из левых отделов сердца. Такие поражения особенно опасны во время беременности из-за фиксированного объема сердечного выброса и дилатации левого предсерда, что может привести к аритмии или образованию тромба. Тактика ведения. Следует поддерживать адекватную преднагрузку сердца и избегать тахикардии. Если частота сердечных сокращений постоянно превышает 90-100 в минуту, назначают бета-адреноблокаторы. Необходимо адекватное обезболивание родов для уменьшения тахикардии. Немедленно аутиотранскузия после родов может привести к оттеку легких. Пролапс метрального клапана проявляется метральной регургитацией, обычно протекает бессимптомно. При наличии симптомов назначают бета-адреноблокаторы. Профилактика бактериального эндокардита проводит эфокардиографию. Профилактика инфекционного эндокардита. При влагалищном родоразрушении существует 2-3% риск развития бактериемии. Вопрос о назначении антибиотиков остается спорным. Схемы назначения антибиотиков для профилактики инфекционного эндокардита во время родов. Схемы для беременных из группы низкого риска. Амоксицелин 3 грамма перорально за 1 час или в начале родов повторно принимает по 1,5 грамма каждые 6 часов до окончания родов. Стандартная схема. Ампицелин 2 грамма внутривенно и гентамицин 1,5 мг на килограмм внутривенно, не более 80 мг. За 30 минут до проведения процедуры или в начале родов повторяет каждые 8 часов до окончания родов. Стандартная схема при аллергии на пенцилин. Ампицелин заменяют на ванкомицин в дозе 1 грамм внутривенно в течение более 1 часа каждые 12 часов. Прогноз. Прогноз зависит от 4 факторов. Первый – это функция сердца. Для ее оценки используют клиническую классификацию. Впервые разработана Нью-Йоркская ассоциация кардиологов еще в 1928 году, но она пересмотрена в 8 раз в 1979 году. Класс. Класс – это первый класс. В первую очередь, 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 в первую очередь плодная беременность, анемия, патология щитовидной железы, применение лекарственных средств. Конкретная причина – поражение сердца. Существует классификация ВОЗ материнского риска при среде сосудных заболеваний и беременности с рекомендациями введения. Риск ВОЗ 1. Риск отсутствует, не больше, чем в общей популяции. Неосложненный, слабо или умеренно выраженный снос в лягачной артерии, открытый артериальный проток, пролапс метрального клапана, успешно оперированный порог сердца, сектальные дефекты, открытый артериальный проток, аномальный дренаж легочных вен, редкий изолированный предсердный или желудочную экстрасистерли. В данном случае консультация кардиолога 1-2 раза во время беременности. Риск ВОЗ 2. Низкий риск развития материнской заболеваемости смертности. Сюда относятся неосложненный, неоперированный септальный ДПК, коррегированный тетрадофаллоб, большинство аритмии. Здесь необходима консультация кардиолога каждые три места. И риск ВОЗ 2-3 степени зависит от индивидуальных случаев. Это легкая дисфункция левого желудочка, гипертравическая кардиомиопатия, заболевания естественных или биологических клапанов, несоответствующих риску первой или четвертому. Синдром морфана без дилатации аорты. Диаметр аорты меньше 45 мм в сочетании с двухстворчатым клапаном аорты. Оперированная коартация аорты, транспортация сердца. Индивидуализированные наблюдения в зависимости от заболевания и ее тяжести. И третий риск ВОЗу, значительный риск материнской смертности, экспертный уровень кардиологического и акушерского наблюдения. Механический искусственный клапан, системный правый желудочек, операция Фонтена, неоперированные пороки сердца с цианозом, другие сложные врожденные пороки сердца, дилатация аорты 40-45 мм при синдроме морфана, дилатация аорты 45-50 мм при двухстворчатом клапане. Здесь необходимо мультидисциплинарные наблюдения. Наблюдение у кардиологи, акушер-гинеколога – один-два раза в месяц. И риск ВОЗ четвертой степени, высокий риск материнской смертности или тяжелой заболеваемости, беременность при данных в нозологиях противопоказанно. Здесь любая легочная артериальная гипертензия, в средней арте больше 25 мм ртутного столба. Выражена дисфункция желудочка, фракция выброса левого желудочка меньше 30%. Предшествующая перепортальная кардиомиопатия с остаточной дисфункцией левого желудочка. Выраженный митральный стеноз, выраженный симптомный артальный стеноз, синдром морфана с дилатацией аорты более 45 мм. Дилатация аорты более 50 мм при двухстворчатом клапане аорты. Выраженная карта аорты. В данных случаях беременность противопоказана. При наступлении беременности наблюдение у кардиолога, акушер-гинеколога 1-2 раза в месяц с оценкой ситуации. Материнская смертность при заболеваниях сердца. Первая группа смертность меньше 1%. Здесь следующие нозологи. Дефект межпредсердной перегородки, дефект межжелудочной перегородки, открытый артериальный проток, тетрадофаллок после хирургической коррекции, наличие биопротизированного клапана, патологии клапанов легочного ствола, трехстворчатого клапана, стеноз метрального клапана, группа 2. Смертность 5-10%. 2А стеноз устья аорты, стеноз метрального клапана, картация аорты без вовлечения клапанов, тетрадофаллок некоррегированный, инфаркт миокардов анамы. 2Б синдром морфана без вовлечения аорты, синоз метрального клапана с фибрилляцией, предсердие наличия искусственного клапана. И группа 3. Смертность 25-50%. Это легочная гипертензия, коорктация аорты с вовлечением клапанов, синдром морфана с вовлечением аорты. Тактика ведения при сердечно-сосудистых заболеваниях, при пороках предпочтителен мультидисциплинарный подход в составе кардиолога, анестезиолога и других специалистов. Желательно следует дождаться самостоятельных срочных родов. Плановое родовозбуждение показано женщинам, требующим инвазивного мониторированной сердечной деятельности. Следующие. Адекватно обезболенна предпочтительная региональная анестезия, положение на левом боку с подачей кислорода, пульсоксиметрия и мониторирование ЭКГ, введение жидкости и мониторирование сердечного выброса. Следует оценить необходимость инвазивного мониторирования гемодинамики у женщин в сердечной недостаточности в 3-4 классах по классификации. В некоторых случаях следует оценить необходимость укорочения второго периода родов. Кесаревое сечение проводят только по акушерским показаниям. Также принимается во внимание состояние женщины и конкретная патология. Родоразрушение и искусственное прерывание беременности при съезде сосудистых заболеваний. Самостоятельное родоразрушение через естественные родовые пути допускается при наличии компенсации кровообращения у беременных с недостаточностью метрального клапана, комбинированным метральным пороком сердца с преобладанием стеноза левого от ревентрикулярного отверстия, а ортальными пороками сердца. В таких случаях можно самостоятельное родоразрушение через естественные родовые пути. Следующий. В родах желательно участие кардиолога, хотя бы терапевта и анестезиолога. Профилактика тромбоэмболических осложнений. Сюда входят эластические винтования и антикоагулянтная терапия. Мерой профилактики возникновения и усугублений сердечной недостаточности является обезболивание родов, которое следует начинать с внутримышечного введения 2 мл 0,5% раствора диазопамаса и дуксена и 1 мл 2% раствора промидола. Уже с началом схвата с 3-4 см раскрытия шейки матки роженицам следует придать возвышенное положение в верхней части туловища на 60-75 см, приподняв головной конец кровати. Фовлеровские положения. Во время родов ноги всегда должны находиться ниже уровня сердца, чтобы уменьшить до минимума венозный возврат. Периодическая оксигенотерапия во время родов. Антибиотика-профилактика. Мониторинг частоты пульса. Оно не должно превышать 110 ударов в минуту. И дыхание не выше 24 минуты для раннего выявления признаков сердечной недостаточности. Мониторинг объективного состояния. Цианоз говорит о кислородной недостаточности. Цианоз говорит о кислородной недостаточности. Резкая бледность. О сосудистой недостаточности. Появление хриба в нижних отделах живота говорит уже об отеке легких. Профилактические введения сердечных гликозидов. В первом периоде родов при отсутствии противопоказаний. Противопоказания – это блокада сердца. 0,25-0,5 мл. 0,5% раствора страфантина внутривенно или же 0,5-1 мл. 0,025% раствора дегоксина внутривенно. Амниотомия в первом периоде с целью ускорения родов при подключении окситоцина надо быть очень осторожны. При введении окситоцина в кровяное русло попадает около 300-500 мл. депонированной крови, что может привести к перегрузке сердца отеки легких. Во втором периоде с целью выключения подок наложения окситоцина в выходных своевременная эпизиотомия. Декомпенсация сердечной деятельности во время родов. Декомпенсация сердца во время родов проявляется отеком легких с гипоксией или гипотензии часто вместе. Терапевтический подход зависит от гемодинамического статуса и лежащего в основе конкретного заболевания сердца. Например, декомпенсация метрального стеноза с отеком легких в связи с перегрузкой жидкости поддается лечению назначением диуретиков. При тахикардии назначение бета-блокатора. В противоположность этому одинаковое лечение гипотензии в связи с аортальным стенозом может быть фатальным для женщины. Эмпирическое лечение без установления конкретного заболевания сердца при вечере к декомпенсации может быть очень опасным. Всегда надо учесть осложнение беременности и влияние на функции сердца, гипертензивное состояние, анемия и кровотечение. Насчет досрочного родоразрушения. Стандартная индукция родов, простагландины для дозревания шейки матки, амниотомия, окситоцин. Второе. При введении окситоцина контроль гемодинамики матери плода осторожно, может быть отек легких. Третье. При отсутствии эффекта план введения пересмотреть, принимая во внимание состояние беременной плода. Четвертое. Абдоминальный родоразрушение только по акушерским показаниям. Пятое. Экстренное родоразрушение не улучшает состояние роженицы, а наоборот ухудшает. Абдоминальное родоразрушение. Абдоминальное родоразрушение показано беременным с второй, B, третьей степеней сердечно-недостаточным, сохранившимся к сроку родов и ремокардитом второй, третьей степени активности с резковыраженным метральным стенозом, септическим эндокардитом, с коортацией аорты при наличии выраженной артериальной гипертонии. С рестинозами в сочетании заболеваний сердца и акушерской патологии. Кроме того, на основании своих исследований Синсон рекомендует кесаревое сечение преследующих сердечно-созудистых заболеваний. Первое. Расширение корня аорты на 4 сантиметра и боли или аневризма аорты. Второе. Стойкая сердечная недостаточность. Третье. Недавно перенесенный инфаркт миокарда. Четвертое. Тяжелый симптоматический артальный стеноз. Пятое. Прием варфарина в течение двух недель до родов. Необходимость экстренной замены клапанов сердца сразу после родов. Предпочителен общий эндотархиальный наркоз. После операционный период обезболивания, седатации, антибиотикотерапии, оксигенотерапии, дыхательной гимнастики. Если требуется гемотрансфузия, трансфузия однокрупных компонентов крови. У больных с искусственными клапанами осторожно при больших объемах тромбообразования. Послеродовый период. Перестройка гемодинамики в первые 48-72 часа. Возможно возникновение осложнений даже при благоприятном течении беременности родов. Сердечный, право- или левожелудочков недостаточность. Обязательно профилактика тромбозов и тромбоэмболической болезни. Тромбоэмболия легочной артерии. Ранняя активация и эластические пинтования нижних конечностей. Назначение низкомолекулярного гепарина, особенно у больных с искусственными клапанами. Подавление лактации у родильниц второй, в третьей степени сердечной оснащенности. Контрацепте ВФС или ВМС смотреть критерии приемлемости контрацептивов по ВОЗу. При вагинальном родоразрешении ДФС добровольной хирургической стерилизации после нормализации гемодинамических показателей женщины. На основании Кокрановского обзора по данной проблеме можно сделать следующие выводы. Первое. Консультирование до зачатия и модификация терапии женщинам с тяжелым заболеванием сброс крови справа налево при легочной гипертензии рекомендует избегать беременности. Второе. Скрининг беременных на скрытые заболевания сердца, особенно митральный стеноз. Третье. Функциональная оценка в соответствии с градацией американской системы градации. Четвертое. При риске рецидива гематического поражения клапанов сердца профилактика антибиотиками. При риске тромбоэмболии антикоагулянты. При риске подострого бактериального эндокардита различные процедуры или введение родов под прикрытием антибиотиков. Предпочтительно спонтанные роды или при необходимости вагинальные роды с выключением потух. Восьмой. тщательный контроль водно-солевого обмена во время родов. Девятое. При выраженном нарушении функции сердца профилактические введения диуретиков во время родов. И последнее. Настороженность в отношении сердечной недостаточности в раннем послеродовом периоде. Спасибо за внимание. Благодарю за внимание. Спасибо. Спасибо.